Всем привет, ребята! Меня зовут Родион и добро пожаловать на мой канал Beauty Boy, ребята! Сегодня я расскажу вам свою историю, свои отношения, первые ребята, первые свои отношения, про первый раз, вот, первая любовь, 18 лет, когда я был молод, хорош и свеж. Все эту историю просили, так что приготовьте чаёчек себе, кофеёчек, будем сидеть с вами и я расскажу вам свою историю. Я такой сегодня в образе Санчо Панчо. Ставьте лайк, если вам нравится этот образ. Вот. С чего хочу начать свою историю про свои первые отношения, да? Для некоторых эта тема очень больная тема отношений. Для некоторых это какие-то воспоминания, какие-то эмоции, да? что касаемо моей истории, вы знаете, я когда приехал в большой город поступать, ну, мне когда было вот 18 лет, я закончил школу, я 7 лет пошёл в школу, закончил её в 18 лет. Вот. Поехал поступать. Для меня открылся большой город, потому что я из небольшого села, так сказать. Вот. И когда ты приезжаешь в большой город, то есть у тебя сносит крышу. Ну, по сути дела, потому что во-первых, ты один, ты ни от кого не зависишь, у тебя нет родителей, и так далее. Вот. То есть ты свободен, ты можешь делать всё, что угодно. ты живёшь в общежитии, и ты предоставлен сам себе, нет вот этого контроля, да. Прекрасно понимает тех людей, да, тех ребят, которые приезжают тоже в большой город, им сносят крышу, они начинают ходить в клубы, там, связываться с компанией, все дела, вот, тусить, бухать. Начинается вот это всё дерьмо. Вот ты оцениваешь ЛГБТ, да, сообщество, ну, я смотрел фильмы, да, я смотрел фильмы на такую тему, там, гей-тематика, все дела, всякие, сериалочки, вот, близкие друзья, кто знает такой сериал, кто смотрел. И я тогда зарегистрировался, вы знаете, тогда не было, вот, я не знал про Харнет, вот все вот эти приложения, да, мужские. Я зарегистрировался на Мамби, тогда все знакомились на Мамби, вот, я зарегистрировался на Мамби, и обидно то, что люди, которые мне попадались, да, рушили мои стереотипы, это были люди, которые не успеешь с ними встретиться, так они, типа, а поехали ко мне, поехали в отель, еще что-то, ну, что это такое, ну, что это такое, не успели начать знакомиться, а уже падать в горизонталь, ну, что это такое, можно за тобой как-то, ну, не ухаживать, что ли, как сказать правильно, то ли ближе познакомиться, наверное, для начала, чтобы, ну, не на первом же свидании, ну, а что это такое, без цветов, и сразу это, ну, конечно, ребята, ну, вот, и тогда меня эти бесили, так, эти всякие чуваки, вот эти, которые, типа, ой, давай, типа, фу, как вспоминаю, мне само становится противно, вот, ребята, и, вы знаете, как-то раз, я, сидел на сайте, вот, и мне один чувак написал, его звали Виктор, вот, он написал, говорит, типа, давай, встретимся с тобой, вот, возраст у него был 25, по-моему, такой молодой, а мне было 17, вот, я говорю, хорошо, давай, типа, встретимся, мы встретились с ним, в торговом центре, вот, а он такой классный был, вы знаете, тогда, я такой был скромный, довольно-таки, а он такой был раскрепощенный, такой брутальный, парень такой, горячий, хорош собой, молод, самый главный, молод, вот, я даже не спрашивал, где он работает, кем он работает, мне было вообще все равно, то есть, мне было интересно, как бы, общаться с ним, вот, но, мы с ним долгое время встречались, куда-то ходили, какие-то у нас были мини-свидания, просто посидеть, поговорить, постоянно сидели в кафешках, вот, пока я не начал замечать то, что он постоянно выпивает, то есть, ну, вы понимаете, человек, когда постоянно пьет, но это как-то уже не это, странно, вот, а я к тому времени, я как бы тоже употреблял, но, но не до такой степени, то есть, когда человек постоянно выпивает, постоянно бухает, бухает, блядь, постоянно пьет, вот, и я думаю, ну, почему, у нас же вроде все хорошо, а человек постоянно, вот, и я помню, как он знакомил меня со своими друзьями в ресторане, позвал меня как-то один раз с общежития, вытянул меня, он говорит, вот, приходи, мы тут с друзьями в ресторане сидим и так далее, я пришел, сел, вот, мы с ним общались, то есть, ну, он познакомил меня с друзьями, и, как прямо вы знаете, мне даже показалось, что он немного выпендривался перед ними, вот, ну, то есть, вот посмотрите, у меня такой парень красивый, типа, вот, радион, типа, на-на-на, типа, вот, я тогда ушел, я тогда ушел от него в ресторан, потому что мне не нравилась эта компания, не нравились эти мужики какие-то, сидеть с ними, что-то с ними слушать, какой-то, какой-то, знаете, не моя, как бы сказать, не моя атмосфера, вот, ну, самое, что страшное было, вы знаете, мы просречались с ним, наверное, где-то всего три месяца, три месяца, наверное, ребята, мы встречались с ним три месяца, за эти три месяца, наверное, я пережил, на самом деле, очень много, если я вот сейчас буду вспоминать, никогда бы не подумал бы, вы знаете, что человек может мне угрожать в отношениях, вот, вы понимаете, вот, когда говорят, да, типа, женщина встречается с мужчиной, да, когда муж ее бьет, и так далее, типа, и я никогда подумал бы, то, что мне, мне как-то будут грозить, то есть, у меня как раз, у меня как раз попался тот персонаж, тот быдло мужчина, быдло мужчина, который покорил мое сердце, тем, то, что он такой весь брутальный, типа, крутой, вот, но он был быдло, вот, плюс алкаш, последние капли, вы знаете, в отношениях, за три месяца, вот, стало, я помню, мы собрались в клуб, вот, то есть, с друзьями, я без него, то есть, мы тусили, классно так, в клубе, и он пришел, такой, выпивший, пьяный, вот, так далее, и начал мне что-то доказывать, кричать на меня, так далее, плюс он заигрывал там, с какими-то мальчиками другими, короче, это вообще отдельная история, но мне было, мне уже тогда было, все равно, ну, как бы, окей, для меня это, как бы, не, ну, то есть, у меня не было такого, прям, ревность, ревность, я вообще, у меня не было такого, вот, пусть, боже мой, заигрывает, так заигрывает, вот, но при этом, он постоянно следил за мной, то есть, как маньяк, вы понимаете, что я делаю, с кем я сижу, с кем я разговариваю, вот, и постоянно всем говорил, вот, это мой парень, это мой парень, это мой парень, наверное, все знали, что я, наверное, с ним, вот, все, наверное, знали, человек собственник, вот, есть такое понятие, когда человек тобой, ну, как бы, собственник, да, и тогда мы с ним начали выяснять отношения, я помню, из-за какой-то ерунды, вот, и он был очень агрессивный, он в тот вечер был очень агрессивный, наверное, он меня чуть не ударил, наверное, да, даже дело не дошло, чуть не до драки, вот, и, я тогда понял то, что нет, мне тогда пришлось уйти с вечеринки, потому что, я просто понял, что нет, человек просто не в адеквате, человек настолько не в адеквате, я думаю, все, мне нужно, мне нужно бросать его, и, как бы, и уходить, потому что, если я останусь с ним, то либо меня покалечит, либо так далее, еще что-нибудь, вот, поэтому не особо хотелось, ты знаешь, и я тогда уехал в общежитие, и тогда этот человек долго меня преследовал, он постоянно караулил меня возле общежития, караулил меня возле академии, хотел со мной как-то всячески поговорить, вот, потом он мне написал смс-ку о том, что он уезжает, он уезжает в другой город, и долгое время предлагал мне поехать с ним, то есть, говорит мне, типа, бросай учебу, бросай учебу, поехали вместе, будем жить вместе, типа, как семья, я все, я исправлюсь, типа, я брошу пить, и так далее, я же тебя люблю, и так далее, и так далее, он как будто объяснял какой-то тупой блондинке, вот, конечно же, нет, я же не дурак, чтобы бросать свою учебу ради какого-то прыща, и ехать неизвестно куда, да, и для меня учеба была все-таки важнее, чем, к тому же человек был полностью неадыкватен, да даже бы, если бы, ребята, нашелся бы у меня на то время, да, какой-то человек, который, безумно бы, я в него был бы влюблен, и у нас были бы, очень высокие отношения, и он бы сказал мне, бросай учебу, поехали в Москву, я бы не бросил учебу никогда, потому что, для меня учеба, это было обязательно, вот, то есть, это как, вы знаете, я должен выучиться, это не просто так, вот, поэтому, поэтому я сказал ему, аривидерчи, он уехал, и через год, наверное, он обратно вернулся, на время, захотел со мной встретиться, тогда я с ним обратно встретился, и, я помню, с ним встретился, а он такой же не изменился, вот, только я изменился, я стал более таким, расчетливым, что ли, холоднокровным, и он мне начал говорить такие вещи о том, что, ой, как ты выглядишь плохо, типа, ты без меня вообще, как ты скатился, вот ты такой, типа, со всеми, наверное, уже здесь перетаскался, в общем, начал меня, короче, срать по полной, и тогда я понял то, что, да, вот такой он, конечно, чувачок, и все, и мы тогда разошли, вы знаете, даже несмотря на то, что он уехал в другой город, он все равно не помогал, то есть, было такое, что он мне где-то, наверное, пару раз высылал деньги на карту, с словами о том, что, типа, вот, я о тебе забочусь, несмотря на то, что я в другом городе, я о тебе думаю, я тебя не забыл, я жду тебя, вот такие вот, на самом деле, конечно, там много еще есть нюансов в отношениях, первые отношения, ребята, никогда не забываются, что самое интересное, то есть, несмотря на как бы, какой бы человек плохой не был бы, да, какой бы он говно не был, но первые отношения, первая любовь, все эти чувства, первые, они никогда не забываются, и бывают моменты, когда ты вспоминаешь о них, и думаешь, боже, как все красиво было, а потом так, возвращаешься, и говоришь, нет, вроде, включи свою голову, вот, и построить серьезные отношения, это очень сложно, ребята, вы знаете, это, ты можешь пробыть человеком, и никогда не узнать о том, а надо ли ему это, или, а получится ли что-нибудь, а время идет, часы тикают, ты никогда не узнаешь, это меня больше всех, больше всех, меня всегда волнует, пугает в отношениях, вот, и, если я буду перебирать, какие-то просто знакомства, да, свои, за все четыре года, вот так, ну, не было, ребят, реально, не было хороших парней, не было достойных, не было тех самых, таких классных, всегда была какая-то, вы знаете, невзаимная любовь, вот, незаимные чувства, когда ты человеку, когда он тебе нравится, а ты ему нет, вот, вот, ребят, к чему клоню, к тому, то, что он, вот эти холостые выстрелы, в никуда, конечно, вообще, отдельная тема, ребят, ставьте лайк этому видео, если вам это видео понравилось, потому что, история настоящая, все эти чувства были настоящие, их невозможно забыть, вот, вот, если я промотаю назад, да, все это, и вы мне зададите вопрос, Родион, а ведь ты же такой красивый, симпатичный, да, ну, ты такой более-менее симпатичный, почему, почему ты встречался с таким парнем, я скажу, потому что не было, не было лучше, понимаете, ребят, не было, реально не было, вот, то есть, если я буду проматывать все какие-то знакомства, были какие-то одни из, даже не хочу говорить, вот, поэтому, ребята, я вас всех очень сильно люблю, хочу пожелать всем, первокурсникам, которые выпускаются со школы, не открывайте свою рогатку всем, иначе, окей, не рогатку, что я такое говорю-то, меня же дети смотрят, не распыляйтесь на всех, не пытайтесь, не живите какими-то, вот этими иллюзиями, о любви, будьте более, сначала айфон 10, а потом поговорим, понимаете, сначала дело, а потом это самое, что это такое, поэтому, ребята, вот такая моя была история, может быть, она вас чему-то научит, потому что, если вы учитесь, не стоит бросать учебу ради любимого человека, потому что, бывает такое, что человек, люди уходят, а вы остаетесь, и вы потом будете жалеть о том, что вот, вы можете отдать человеку все, а он вам ничего, поэтому нет, ребята, думайте головой всегда, включайте свой мозг, у меня есть еще одна история, ребята, вот, если это видео, если это видео, ребята, наберет кучу лайков, пальцы вверх, то я сниму, ребята, видео про мой первый поход в гей-клуб, где я пел песни, и танцевал, танцы, 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 и сводит музыка с ума, невыносимо губ твоих касаться, но так хотела я сама, и это все танцы, 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 короче, если с меня отпишутся, все люди тут скажут, старуха ты, вот, первое, первый мой поход в клуб, как у меня это было, в девятом классе, как я ездил, в город, ради этого, вот, ребята, видео, видео, так что, если это, хотите, чтобы я снял это видео, мой поход в гей-клуб, первый раз, то, нажимайте пальцы вверх, я буду знать, что все эти истории вам интересны, и вы любите такие истории, ребята, всех вас люблю, всех вас целую, вот, увидимся в следующем видео, обязательно, подписывайтесь на мой твич, на мой инстаграм, на мой ютуб канал, ребята, я вас всех очень сильно люблю, пока!